Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя тема нашей встречи – инвентаризация дебюторской и кредиторской задолженности. И мы будем ее рассматривать на примере 1С бухгалтерия предприятия. Вы видите наши контактные данные на экране, наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если по какой-то причине вам оказалось неудобно время проведения или вы не смогли досмотреть до конца, то через некоторое время мы выкладываем записи на сайт. И, соответственно, вы можете вернуться и просмотреть нашу встречу полностью или, например, найти еще какие-то интересующие вас материалы. Милости просим к сотрудничеству. Как будет проходить сегодняшняя наша встреча? Мы будем с вами нормативную информацию смотреть на слайдах и переключаться на демо-версию вот таким вот образом, над демо-версию бухгалтерии, с тем, чтобы посмотреть, так сказать, на практике то, о чем мы с вами будем говорить теоретически. Поскольку у нас достаточно интересная конфигурация, это классика жанра, если можно так сказать, то есть бухгалтерия предприятия, самая, пожалуй, знаменитая конфигурация компании 1С, которая, в общем-то, приспособлена в основном для ведения налогового и бухгалтерского учета. Поэтому мы немножко больше уделим внимание, скажем так, нормативным материалам, то есть какие требования предъявляются для таких операций в налоговом и бухгалтерском учете. Ну и, естественно, посмотрим на практике, как это будет выполняться. Ну и еще посмотрим некоторые отчеты, то есть еще, если успеем, то поговорим про дополнительные отчеты. Вести вебинар буду я, консультант-аналитика 1С Галина Картошева. И мы будем благодарны вам за обратную связь, то есть присылайте свои вопросы, задавайте какие-то, может быть, индивидуальные, касательно только вашей специфики, вопросы. Мы будем рады вам ответить в любом формате. Если у нас будут вопросы в течение вебинара, я постараюсь на них тоже ответить. Если вы зададите свои вопросы любым удобным для вас способом, то, естественно, мы постараемся на них тоже как можно оперативнее ответить. И в этом случае у нас будет больше времени, и мы сможем более предметно дать вам уже ответ. Так что будем вам благодарны за обратную связь. Каким образом построена наша сегодняшняя программа? Ну, как вы знаете, у нас вышло новое ПБУ, ФСБУ точнее, которое регулирует правила проведения инвентаризации. Эти правила касаются и инвентаризации дебюторской и кредиторской задолженности в том числе. И, естественно, мы посмотрим, как формировать документы инвентаризационные, как обратим внимание на разные тонкости. И, собственно говоря, поскольку это достаточно болезненный вопрос для любого предприятия, посмотрим, что нам программа предлагает для проведения такой работы. Ну, естественно, теоретическая база – это что конкретно относится к инвентаризации, кто и когда должен применять эти правила, то есть новое ФСБУ 28-23. Когда должна проводиться обязательная инвентаризация и когда может быть необязательная. Ну, собственно говоря, все вариации на эту тему. И как учитывать результаты инвентаризации. И какие новые термины у нас появились в связи с новыми законодательными инициативами. Итак, мы начнем с теории. То есть ФСБУ 28-2023 появилось у нас достаточно недавно. Введено оно в действие приказом Минфина от 23-го года, то есть год назад, в январе 23-го. В январе 24-го уже год этому приказу. И применять новый стандарт, новое ФСБУ должны абсолютно все организации и малого, и среднего бизнеса. Исключение составляют только учреждения бюджетной сферы. И обратите внимание, действие этого стандарта не распространяется на драгоценные металлы и камни. То есть в этом случае у них действуют отдельные правила и устанавливаются эти правила нормативным документом инструкция, которую утверждает Минфин. Вот в этом случае действует инструкция, которая утверждена еще в 16-м году, то есть это уже седая древность. Но, тем не менее, действие этого документа никто не отменил. И он продолжает. Если вдруг ведем учет драгметаллов и камней, то мы должны им руководствовать. На данный момент применение 28-го ФСБУ у нас еще не обязательно. То есть мы должны его начать применение с 1-го апреля, день смеха 25-го года, то есть следующего года. И под действие этой инвентаризации уже будет попадать составление отчетности за первый квартал. А составление бухгалтерской отчетности за 23-й и 24-й годы у нас будет проводиться по старым правилам. Но никто не мешает вам начать применять это досрочно, то есть можете уже и сейчас начать применять. Тем более, что на самом деле это ФСБУ достаточно для практики удобное, потому что оно объединило в себе все требования, которые раньше предъявлялись разными нормативными актами. Ну и, соответственно, поскольку это уже опубликовано и этот стандарт достаточно широко применяется, то, в принципе, мы можем начать его применение и сейчас, но, естественно, в этом случае необходимо заручиться, скажем так, поддержкой локальных нормативных документов, то есть составить приказ в начале применения и так далее. То есть мы могли начать применять этот стандарт уже с апреля 23-го года, то есть 5-го апреля, поскольку в этом случае проходило уже 10 дней после официального опубликования данного приказа. Ну, если вы не торопились до сих пор, то, естественно, тут уже срочность не имеет никакого значения. Но, повторюсь еще раз, ФСБУ достаточно интересная и практически выверенная, чего нельзя сказать о некоторых наших других нормативных документах. Ну, и так, общие режимы, то есть инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности у нас попадает под действие определения имущества, то есть все виды имущества, принадлежащие предприятию, независимо от его местонахождения, то есть товароматериальные ценности, финансовые обязательства, активы, источники их финансирования, отложенные на налоговые активы и обязательства. И плюс те материалы, те активы, которые отражаются на забалансовых счетах. То есть, как видите, определение достаточно емкое. В каких случаях у нас обязательно применение инвентаризации? То есть, в каких случаях законодательно зафиксирована обязанность производить инвентаризацию? Ну, во-первых, это перед составлением годовой отчетности. В этом случае мы должны ориентироваться на то, что основные средства, нематериальные активы, капитальные вложения мы должны провести, проинвентаризировать с 1 октября по 31 декабря. То есть, практически это последний квартал финансового года. Но мы пишем обычно, что это у нас декабрь. Тем не менее, перечисленные активы, перечисленные имущества мы должны проорализировать в течение последнего квартала. То есть, три месяца у нас на это есть. А вот по остальным объектам инвентаризации должны быть оформлены до 31 декабря. То есть, мы будем отмечать, что проведена инвентаризация на 31 декабря. Ну и естественно, мы должны провести инвентаризацию перед тем, как, допустим, что-то сдаем в аренду или возвращаем из аренды, или проводим какие-то сделки по отчуждению имущества. То есть, например, переуступка прав требования, какие-то договора, связанные с новацией и так далее. И еще один пункт, который в обязательном порядке мы должны учитывать и, естественно, соблюдать, это материальная ответственность. То есть, все руководители подразделений обычно материально ответственны. То есть, подразделения, я имею в виду подразделения, которые отвечают за сохранность и за хранение товаров материальных ценностей. То есть, клады, магазины, еще какие-то, например, производственные, кладовые и так далее. Но и надо иметь в виду, что в этом случае у нас есть бригадная материальная ответственность, а есть индивидуальная материальная ответственность. То есть, естественно, если у нас разговор идет о бригадной материальной ответственности, то при смене или выбытии руководителя, например, бригадира, заведующего складом и так далее, мы должны провести инвентаризацию. То есть, посчитать, с каким запасом он уходит в отпуск и с каким запасом он выходит из отпуска. Не разворовали ли за время его отпуска все склады. То есть, это в случае выбытия или отпуска сотрудника. Либо, если меняется более 50% членов его бригады, то есть, если у нас бригадная ответственность. Либо по требованию сотрудников бригады, опять же, не менее 50%. То есть, в этом случае бригада, если не менее 50% членов бригады, может заявить, например, заявить о том, что утрачено доверие. То, что, например, об утрате доверия, скажем так, такой пункт называется. Ну, либо если установлен факт какой-то конкретной кражи, либо, наоборот, умышленной порчи имущества. В случае, если ЧП произошло какие-то форс-мажорные обстоятельства, там, наводнение, пожары, затопление, ну и так далее. Вот в случае каких-то природных катаклизмов, чрезвычайных ситуаций, в этом случае, если имеется факт, который зафиксирован ответственной службой, например, местными локальными властями, либо какими-то специальными организациями, там, например, МЧС и так далее. В этом случае, если имеется документ, подтверждающий прохождение каких-то форс-мажорных обстоятельств, естественно, инвентаризацию необходимо провести для того, чтобы определить ущерб, но виновных в этом случае не будет. Либо если организация изменяет какие-то, например, форму действия организации, то есть происходит реорганизация предприятия, либо его ликвидация. В этом случае, если ликвидация, мы говорим о том, что будет составляться ликвидационный баланс, и, естественно, перед ликвидационным балансом проводится инвентаризация имущества и активов. Все эти требования были раньше зафиксированы разными документами, то есть это не новость, это просто собранное в один документ, в случае, когда инвентаризации проводились раньше. То есть здесь никаких новых требований не появилось, просто они собраны, саккумулированы в одном документе. Но к старым проверенным, скажем так, методикам проведения инвентаризации у нас добавились и, скажем так, новые методы. То есть теперь у нас допускается применение альтернативных способов, то есть видеофиксации, фотофиксации и так далее. То есть раньше такие способы были недоступны, поскольку они не принимались как юридически обоснованные и не могли приниматься для предъявления претензий или слишком затратны, например. Теперь такая возможность нам предоставлена. И здесь еще один момент есть, который нужно обязательно обговорить. То есть состав инвентаризационной комиссии. Состав инвентаризационной комиссии может быть как временный, то есть для проведения каких-то конкретных инвентаризаций. То есть, например, проведение инвентаризации дебюторской и кредиторской задолженности. Понятно, что для таких действий необходим специальный работник, то есть знакомый с финансовым учетом и с бухгалтерским учетом. Если мы, например, производим ревизию складского хозяйства на складских территориях, то в этом случае должны быть специалисты, которые разбираются и способны отличить, что конкретно, какие гаечки и винтики на этом складе находятся. То есть это технические специалисты, чаще всего либо мастера, либо специалисты, которые занимаются сборкой, разборкой на производственных участках, либо технологи. То есть в зависимости от того, какое имущество инвентаризируется. Значит, в этом случае мы можем создать инвентаризационные комиссии постоянно действующие, то есть которая собирается не для проведения конкретной инвентаризации, а на определенный срок, например, год, и перечисляем этих сотрудников. То есть мы создаем приказ, по которому перечисляем членов инвентаризационные комиссии, которая будет действовать, например, в течение, пусть в течение года. Комиссию мы можем и не создавать, но создание комиссии вызвано такой необходимостью. То есть всегда необходимо, чтобы подтвердил какие-то результаты, особенно если они ожидаемо плохие, собственно говоря, человек, который не может дать необъективное заключение, не может наврать и так далее. То есть в этом случае включаются в состав комиссии мало того, что технические специалисты, но и общественные представители. То есть сотрудники либо организации, либо освобожденные от, ну скажем так, нематериально ответственные лица, либо просто приглашаются в качестве понятых, если можно так выразиться, просто сторонние физические лица. Но, допустим, есть случаи, когда мы инвентаризационную комиссию можем не создавать на легальных основаниях. Ну, в этом случае, под этот случай попадает, если работниками предприятий являются только руководители, только бухгалтеры. Но это более чем опасная ситуация, потому что такие предприятия сейчас достаточно пристально рассматриваются, то есть они обладают признаками однодневки, и достаточно сложно будет с налоговыми органами взаимодействовать, особенно если по результатам инвентаризации такая комиссия обнаружила недостачу и пытается списать ее на убытки. Могут быть инвентаризации, к инвентаризации подключены, например, аудиторы, если с аудиторами заключили договор, и, соответственно, это может быть и организация, и частный аудитор, который имеет удостоверение. Ну, соответственно, в этом случае мы можем не создавать инвентаризационную комиссию. И в случае, если инвентаризация проводится внешними контролерами, например, ревизионной комиссии, например, по факту возбуждения каких-то уголовных дел и так далее. После того, как мы приказом зафиксировали, так сказать, дежурные жертвы, то есть членов комиссии, назначили какого-то конкретного сотрудника председателем комиссии, опубликовали эти документы. Существует еще, конечно, и, так сказать, ритуал проведения инвентаризации. Мы про него поговорим немножко попозже, поподробнее. Но, соответственно, если мы провели инвентаризацию, описали имущество и выявили какие-то расхождения, что в этом случае нам нужно делать, то есть как мы должны оценить эти результаты. Вот здесь вопрос очень интересный и достаточно, ну, не спорно, но часто вызывающий конфликтные ситуации. Почему? То есть излишки, которые мы выявляем в результате инвентаризации, естественно, у нас приходуются и относятся на доходы организации, которые попадают под налогообложение. То есть если мы выявили излишки, мы их должны оприходовать и обложить налогом на прибыль. Если у нас выявлена недостача, что мы делаем в этом случае? Значит, при обнаружении недостачи мы имеем право применить нормы естественной убыли. В этом случае эти нормы уже тоже достаточно давно действуют, и достаточно древними нормативными актами они утверждены. Но есть, естественно, товары, которым применяются нормы убыли, например, крупы, сахар, там, бокалейные товары. А есть и те, к которым не применяются нормы естественной убыли. Ну, например, одежда, обувь. То есть в этом случае, если мы не можем применить нормы, или нормы превышены, то есть недостаточно свыше нормы естественной убыли, то определяется виновник такого состояния. И если выявлены виновные лица, то списывается за счет виновных лиц такая недостача. Если же виновные лица не установлены, то в таком случае организация списывает недостачу на расходы организации. Но расходы организации, которые не уменьшают налогооблагаемую базу. И вот здесь как раз-таки достаточно спорный вопрос, потому что на основании вот этого ФСБУ у нас активы, которые оказались в излишках, приходуются по их справедливой стоимости либо по балансовой стоимости. А вот если мы выявляем недостачу, то здесь идет разговор не о справедливой стоимости, а только о балансовой стоимости. Естественно, при обнаружении отклонений, то есть излишков либо недостач, составляется ослечительная ведомость, и результаты относятся на ту дату, которая соответствует проведению инвентаризации. То есть у нас инвентаризация, например, датирована 31 декабря, значит, по состоянию на 31 декабря мы будем оформлять результаты этой инвентаризации. Ну и еще немножечко теории, так сказать. У нас касается того, что документально у нас утвержден перечень документов, которые требуются при проведении инвентаризации и сохранении ее результатов. На самом деле все требования ФСБУ достаточно четко и давно, скажем так, на практике опробованы и исходят из того, какие случаи чаще всего сопровождаются инвентаризацией, как избежать споров и ошибок в том, что недостоверно зафиксировано, непонятно, что написано, недобросовестно относятся люди, ну, то есть всех возможных вариантов ошибок. И новая, так сказать, струя, что по этому стандарту мы можем составлять электронные документы, которые будем заверять электронными подписями. Это на самом деле очень облегчает жизнь, потому что особенно, если территориально в разных местах, например, находится складское хозяйство и административное подразделение. Значит, практически все документы, которые используются для оформления инвентаризации, это унифицированные документы. Исключение, пожалуй, только приказ. Приказ мы можем создавать в произвольной форме, например, на каких-то внутренних бланках, то есть разработанных специально для этой организации. Из унифицированных форм используется в основном форма инв22, ну и там должны быть указаны совершенно конкретные. Если форма не обязательна для соблюдения, то содержание документа, что должно быть в документе отражено, как раз-таки жестко рекламентировано. То есть вы видите на экране, что должно быть указано в документах, которые составляются в этом случае. Ну, то есть вот мы говорим про приказ, и, соответственно, пишется, что такого-то числа назначается проведение инвентаризации. Дальше указывается, какой вид инвентаризации, плановая, внезапная, состав комиссии, то есть конкретно какие люди назначены на должность, так сказать, членов комиссии, и кто из этих людей будет назначен председателем. Что им поручается проверить, то есть перечень объектов, которые они будут проверять, дату начала ревизии и окончания ревизии, и по какой причине, то есть, например, смена материально ответственного лица, назначение нового бригадира, установление фактов воровства и так далее. Ну и, соответственно, пишется, сколько времени дается на проведение инвентаризации и дата, когда должны быть представлены ее результаты, и кому конкретно, например, в бухгалтерию, либо в финансовую службу и так далее. Все эти документы, в общем-то, тоже уже давно известны, давно используются, и, скажем так, откатаны, то есть, новшеств там никаких нету. И, собственно говоря, инвентаризации проводятся иногда, скажем так, виртуально, если выявлено пересортиз товаров, то есть какие-то есть наименования, которые обнаружены излишки, обнаружены недостачи, то есть эти товары однотипные, и в отношении инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности еще присутствует такое понятие, как сомнительная или безнадежная задолженность. Соответственно, это законодательно регулируется, какая задолженность у нас числится безнадежной, или когда появляется факт того, что она не может быть взыскана, например, в недостачи, и пока мы ее числим как сомнительную. Ну, собственно говоря, основные требования, которые содержатся в этом ФСБУ, мы с вами проговорили, и хочу еще один вам слайдик показать, вот такой, то есть это остатки теоретической информации, которую нам обязательно надо напомнить перед тем, как мы перейдем к демобазе. Вы видите на экране, то есть результаты инвентаризации у нас, и порядок учета, каким образом мы учитываем. если у нас имеются активы в излишке, то в доходы мы их включаем, как я уже говорила, по справедливой или балансовой стоимости. Либо, если не удается установить конкретную стоимость, то берем по аналогичным активам. Если у нас обнаружена недостача, то мы либо относим на виновных лиц, то есть идеальный вариант, когда мы можем установить виновных лиц, то есть мы на 73-м счете отражаем размер недостачи, то есть в этом случае у нас недостача должна быть оформлена по всем правилам, и чтобы у нас не возникло в дальнейшем судебных разбирательств в отношении того, что она взыскана, необоснована, мы должны соблюсти, так сказать, все ритуальные действия, то есть доказать, что товары хранились обособленно, что организация приняла все мероприятия для обеспечения сохранности, то есть было наличие замков, дверей и так далее. Если у нас обнаружено расхождение в суммах дебиторской задолженности, что мы делаем в этом случае, то есть мы принимаем к учету в тех суммах, в тех объемах, которые имеются по документам, подтверждающим наличие этой задолженности, либо может быть составлен другой документ, когда стороны признают наличие таких задолженностей. У нас еще может быть ситуация, если обнаружено расхождение в оценочных обязательствах, отложенных налоговых активах и налоговых обязательствах. В этом случае у нас расчетные показатели и мы принимаем к учету согласно сумм, которые рассчитаны. значит, вот вы видите здесь еще определение красным шрифтом выделенное, то есть справедливая стоимость у нас определяется согласно требованиям МССО. Напомню, что у нас некоторое время назад до введения санкций мы сильно дружили с международными всякими учетными организациями и аудиторами и правилами учета и поэтому естественно использовали понятия требования, которые применяются в МССО. Сейчас у нас немножко напряженность в этом отношении ослабла, то есть мы больше ориентируемся на наши российские стандарты, а не на МССО и соответственно вот оценка справедливой стоимости у нас регулируется на данном этапе приказом Минфина от 15-го года 217-Н а балансовая стоимость у нас соответственно на формируется на основе требований ФСБУ, то есть у нас сейчас уже достаточно много ФСБУ, которые приняты и это уже наши российские стандарты. Ну вот пожалуй все основное теоретическое наследие мы с вами вспомнили, а теперь переходим собственно говоря к конкретному конкретным операциям уже на демо-базе и начнем мы с вами с того, что вот этот слайдик сейчас мы с вами посмотрим и потом перейдем на демо-базу, то есть у нас как вы помните в бухгалтерии действует налоговый учет и бухгалтерский учет значит если мы проводим инвентаризацию для целей бухгалтерского учета какие мы можем применять документы где это живет и как это называется в этом случае мы используем документ акт инвентаризации расчетов и мы добываем этот акт скажем так вот в этих разделах то есть вы видите описание это у нас раздел покупки или раздел продажи и в этих разделах у нас есть один и тот же пункт одна и та же ссылка для перехода акт инвентаризации расчетов на самом деле это один справочник то есть это общий журнал документов из которого мы можем создать конкретный документ и он просто расположен в этих подразделах для того чтобы не терять время на вспоминания а где же я видел такой документ то есть логически следующий из данного блока то есть если мы работаем с продажами с этими документами то и с инвентаризацией расчетов нам удобнее работать отсюда если у нас меню покупки например то соответственно то же самое происходит и здесь переключаемся с вами на демобазу итак меню продаж мы с вами посмотрели и вот он у нас акты сверки взаиморасчетов документа если я перехожу по этому документу то через кнопочку создать я могу создавать новый вот сейчас мы посмотрим потому что это у меня создан недавно именно для показа пример то есть когда мы формируем акт инвентаризации расчетов ну естественно мы задаем период мы создаем какую организацию мы будем инвентаризировать и дальше у нас есть закладочка дебиторская задолженность и кредиторская задолженность мы можем провести сразу и дебиторскую и кредиторскую задолженность проинвентаризировать а можем например только инвентаризацию дебиторской задолженности провести или только кредиторской задолженности значит этот документ у нас настраивается и вот на закладочке счета расчетов мы можем либо добавлять какие-то счета либо например убирать какие-то счета ну например если мы выбираем 68 и 69 счет то это расчеты с фискальными органами то есть это мы сверху делаем с налоговой инспекцией или с единым социальным фондом если мы выбираем например счета 60 и 62 то это чаще всего поставщики либо товаров либо услуг или покупателей товаров и услуг ну то есть мы можем настроить вот этот счет вот этот список счетов как нам надо как нам будет удобнее а вот последние две закладочки это так сказать административные то есть приказ о проведении инвентаризации естественно какой период мы будем проверять мы сдаем потому что мы не можем проверять например 3 года 4 года потому что положение по инвентаризации требует ежегодного проведения дальше какой документ здесь у нас есть выбор мы можем выбирать в зависимости от того какой документооборот принят на предприятии то есть это либо приказ либо постановление например совета директоров либо распоряжение другого органа управления номер присваивается если уже создан перед этим то автоматически либо я могу ввести ручками и указываем причину например проведение плановой инвентаризации инвентаризация по окончании года например инвентаризация в связи с обнаружением факта хищения и так далее и на последней закладочке мы перечисляем дежурных жертв то есть наших богатырей которые входят в состав комиссии соответственно я могу здесь либо через подбор выбрать из списка сотрудников вот таким вот образом либо заполнить если у меня создана постоянно действующая инвентаризационная комиссия то по кнопке заполнить у меня здесь заполнятся ее члены и я могу отметить что например вот у меня члены комиссии а вот этот будет у меня председателем или просто подобрать членов сотрудников например своей организации если у меня не постоянная комиссия а временная на проведение инвентаризации и после того как я заполнила все сведения я могу распечатать сразу весь комплект документов которые требуются для юридического обоснования проведения инвентаризации зачем мне это нужно потому что я должна представить всем участникам инвентаризации то есть и членам комиссии и членам например бригады то есть материально ответственным лицам я должна представить распоряжение или приказ и собственно говоря что я буду от них требовать для этого у меня есть возможность распечатать весь комплект то есть приказ о проведении инвентаризации а вот акт инвентаризации справку это я буду уже распечатывать после проведения инвентаризации вообще по правилам инвентаризации которые действовали с советских времен и в общем-то именно по ним составлено новое ФСБО установлено что проведение инвентаризации допускается одним из способов то есть сплошная проверка или выборочная проверка значит в этом случае если проводится сплошная проверка я обязана проводить описание всех товароматериальных ценностей то есть по мере движения инвентаризационной комиссии чтобы ничего не пропустить если мы к сожалению достаточно распространенная практика когда например печатаются складские остатки и потом просто происходит сверка наличия товаров со складскими остатками такой способ проведения инвентаризации неправильный и не дает скажем так возможности получить достоверные данные потому что если какие-то товароматериальные ценности не отражены в документах в остатках то мы можем и пропустить их совершенно случайно так после того как мы с вами распечатали приказ о проведении инвентаризации мы можем переходить к самому действию так сказать инвентаризации это у нас дебиторская задолженность и кредиторская задолженность в нашем случае и вот вернемся сюда на эти закладочки я просто хочу дополнить немножко информацию мы можем добавить какие-то здесь позиции в ручном формате можем использовать подбор сейчас не будет доступно это поскольку документ уже создан или использовать автоматическое заполнение то есть я нажимаю кнопочку заполнить и у меня сюда заполняется вся дебиторская задолженность которая имеется по счетам которые мы перечислили вот на этой закладочке счета расчетов точно так же делается кредиторская задолженность которая у нас вот таким образом но здесь я как бы при составлении должна учитывать один очень интересный момент какой закроем сейчас эту нашу нет мы не будем сохранить изменения то есть у меня может проводиться инвентаризация для бухгалтерского учета или для налогового учета сейчас мы снова перейдем к нашим слайдикам так значит мы с вами были вот здесь и вот смотрели эти два слайдика то есть это где мы ищем акты инвентаризации при покупках и при продажах следующий слайдик который я хочу вам показать это собственно говоря отражение инвентаризации но прежде чем его показывать мы должны определиться для каких целей то есть если для бухгалтерских целей то мы действуем вот таким образом то есть смотрим в этом разделе и акты инвентаризации в этом случае мы получаем вот такой унифицированный документ на самом деле ну это я как образец печатной формы показала здесь для нас важно не только перечень документов а вот это шапка документов то есть здесь у нас указан реквизиты предприятия то есть нашей организации обязательно указывается структурное подразделение и указывается дата и номер документа которым регулируется вот данная конкретная инвентаризация то есть в нашем случае это был приказ номер и дата этого приказа и в номере документа это у нас номер акта и здесь указывается дата составления акта последняя дата инвентаризации то есть приказ о проведении инвентаризации у нас датирован 18 а акт описания скажем так инвентаризации у нас датирован 25 числом и вот здесь обязательная шапка что данный документ составлен комиссией о том что по состоянию на вот это число проведена и проведена инвентаризация в результате которой обнаружено что конкретно что по дебиторской задолженности дальше идет ее перечисление ой извините промахнулась дальше идет ее перечисление и то о обнаружено то-то 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 то есть когда мы выводим общую опись это один документ по результатам этой общей описи может составляться другой документ который называется слетительная ведомость мы также можем его распечатывать но у нас может быть немножко другая ситуация у нас может быть проводиться инвентаризация для налогового учета вот в этом случае действия у меня будут немножко другие и соответственно документы которые я буду использовать тоже располагаются в другом месте то есть для налогового учета мы с вами переходим в раздел отчеты и здесь выбираем налог на прибыль вот с вами смотрим сейчас так это мы сейчас закроем чтобы нам не мешались эти все отчеты так мы выбираем меню отчеты и вот здесь у нас видите есть налог на прибыль подраздел и мы переходим в регистры налогового учета сейчас снова вернемся на наши слайды значит в этом разделе вот мы перешли к регистрам налогового учета и после этого выбираем вот этот пункт 3.10 то есть это у нас кредиторская и дебиторская задолженность смотрим вот он 3.10 дебиторская и кредиторская задолженность то есть вот по этой гиперссылке мы переходим и попадаем вот в такой общий журнал то есть у нас здесь будет возможность сформировать по состоянию по состоянию по состоянию записи в налоговых регистрах то есть так задается период задается юридическое лицо и нажимается кнопочка сформировать очень сложный процесс то есть мы получаем в результате записи которые содержатся выписка из налоговых регистров которые содержат данную информацию как вы видите вот таким образом я могу свернуть то есть как вы видите темно-зеленое поле это итоговое суммирующие скажем так ячейки а это ячейки которые составляют входит в состав этой суммы можно свернуть данную операцию то есть в этом случае мы выбираем уровень группировки ну например первый уровень вы тогда у нас вся свернутая информация и только мы видим дебиторская задолженность и кредиторская но вот в нашем случае при выборе вот этой организации этого юрлица у меня как вы видите она осталась без изменений то есть движений каких-то за этот период у меня не было и собственно говоря я могу вот данный документ уже использовать как официальную версию того что я индивидуализацию провела здесь значит в обязательном порядке расписывается специалист ставит автограф ну и расшифровка кто у нас здесь обязательно должность указывается а здесь соответственно сотрудник для того чтобы здесь у нас сразу сформировалось все как надо естественно должны быть заполнены справочники ответственных сотрудников которые мы заполняем когда вносим сведения об организации значит это мы с вами посмотрели задолженность которая дебиторская либо кредиторская для налогового учета делается и после этого сейчас мы перейдем к другому слайдику смотрим каким образом можно создать унифицированный еще отчет то есть кроме того что мы создавали отчетность для налогового учета для бухгалтерского мы можем еще использовать управленческие так сказать сведения и создать унифицированный отчет для этого мы открываем раздел отчеты сейчас туда перейдем раздел отчеты и выбираем стандартные например бухгалтерские отчеты анализ субконта значит вот у нас открывается диалоговое окно здесь в общем-то по обычным требованиям формируется сформируется отчет при этом мы должны выбрать например в разрезе договоров и в разрезе нашего юридического лица дальше опять очень сложно на задачу нажать кнопочку сформировать и у нас формируется вот такой анализ субконта как вы видите здесь у меня указаны данные бухгалтерского учета если я перехожу в настройки ну во-первых я могу создать что хочу видеть расшифровку по счетам во-вторых ну соответственно у меня договоры будут выбираться на закладочки значит посмотреть что у нас на каких закладочках происходит на дополнительные закладки дополнительные счета мы сейчас дойдем я могу поставить здесь что требуется мне по бухгалтерскому и по налоговому учету и нажать кнопочку сформировать есть еще сведения которые я могу на закладке дополнительный учет заполнить здесь у меня есть возможность размещать сведения в одной колонке или в нескольких ну допустим вот так вот я могу в отдельных колонках размещать ну сортировка оформления сортировка возвращаюсь на главную и в этом случае нажимаю сформировать и у меня получается в общем-то достаточно привычный отчет анализ субконта то есть это стандартный бухгалтерский отчет но я могу через настройки вывести здесь и бухгалтерский и налоговый учет и соответственно проверить что у меня формируется то есть вот я уже сразу вижу где у меня ошибка то есть если просматривать и буквально скажем так работать с дебиторской и кредиторской задолженностью то я сразу вижу где что у меня отклонения есть и допустим если это уже просроченные какие-то или сомнительные задолженности я могу уже обмениваться письмами то есть писать претензии ну то есть работать с претензиями работать с юридическими документами кроме бухгалтерских ну то есть в общем-то выполнять все требующиеся движения значит вы видите информацию которую мы можем получить из этого отчета то есть мы про унифицированный отчет говорим и собственно говоря мы можем выбирать то есть мы можем выбрать и другую группировку но значит теперь у нас мы вот здесь с вами посмотрели получили любые отчеты которые хотели то есть и унифицированные получили все хорошо но теперь у нас есть результат инвентаризации что мы с ним должны сделать ну как мы уже сказали если это излишки то мы должны оприходовать если недостача списать как это сделать для этого мы с вами сейчас посмотрим слайдик то есть списание проводится следующим образом в разделе продажи ну или покупки мы должны выбрать расчеты с контрагентами сейчас мы это и сделаем ну выберем например покупки значит расчеты с контрагентами вот он раздел и здесь мы выбираем пункт корректировка долга точно такой же пункт есть и в разделе продажи и в разделе покупки здесь я через кнопочку создать создаю новый элемент мы вот возьмем уже заполненный который у меня нет лучше можем создать на самом деле значит вид операции мы выбираем то что хотим получить значит либо списание задолженности либо если мы имеем какие-то встречные обязательства это может быть допустим перенос задолженности но чтобы для чистоты эксперимента пусть в результате инвентаризации у нас выявлены отклонения я выбираю списать задолженность значит и собственно говоря списываю я выбираю что я списываю задолженность покупателя пусть будет задолженность покупателя естественно выбираю полету и на какую конкретную дату я хочу эту задолженность списать и теперь я могу через кнопочку заполнить заполнить остатками взаиморасчетов либо добавить ручками запись нужно то есть пройти все поля и вот здесь хочу напомнить что для того чтобы не пропустить никакое необходимое поле особенно на первых парах когда вы только осваиваете работу с конфигурацией здесь лучше всего работать через таб не через таб извините а через enter то есть я например ввожу какую-то информацию например выбор показать все вот здесь у меня ничего нет то есть я создаю нужную информацию то есть нужный договор в моем случае я не буду его сейчас создавать то есть выбираю этот договор и через кнопочку enter я перехожу в следующее поле для корректировки то есть я заведомо не пропущу никаких полей и соответственно заполню особенно поля с красным подчеркиванием то есть это подчеркивание обозначает что поле обязательно для заполнения и если я его пропущу то у меня программа просто не запишет этот документ она будет ругаться и указывать на ошибку ну собственно говоря здесь никаких сложностей или новшеств то есть мы указываем сумму сумму в налоговом учете если у нас налоговый учет допустим проходил инвентаризацию и соответственно после этого провести и записать сейчас вернемся к заполненному документу вот я беру уже заполненный документ и значит мне здесь доступно несколько допустим печатная форма у меня получается вот таким вот образом форма взаимозачета либо списание я по ней уже могу формировать на основании этого документа я могу создать дополнительно вот эти документы в которые будет перенесена табличная часть то есть то что у меня заполнено вот здесь значит еще один момент который мне хотелось сказать при слове отчетности значит у нас есть с вами то есть унифицированные формы как я уже сказала для оформления результатов инвентаризации но у нас есть еще и в разделе отчеты стандартные бухгалтерские отчеты это всем нам известные и есть еще блок отчетность 1С то есть это название и блока то есть 1С отчетность и сервиса если я перехожу вот например в блоке 1С отчетность перехожу по ссылке регламентированные учеты то я попаду в общий журнал отчетов значит когда осуществляется переход программка мне выдает рекламный баннер вот вы его видите нет я не хочу подключать интернет отчетность но что это такое то есть программа сама себя хвалит что теперь у меня есть сервис 1С отчетность что это такое ну я могу посмотреть естественно ролик рекламный и могу подключиться но что это такое то есть это сервис который позволяет напрямую из программы взаимодействовать с сайтом налоговых органов и не только есть целый список фискальных органов с которыми мы можем таким образом взаимодействовать ну это например единый социальный фонд служба судебных приставов ну и на самом деле достаточно много там порядка 11 по-моему фискальных органов с которыми мы можем напрямую производить обмен информацией то есть напрямую отправлять отчетность переписку ну в общем взаимодействовать без участия операторов ТКС то есть например если мы раньше работали с с БИС Астрал Контур то при подключении этого сервиса мы можем уже услугами этих операторов не пользоваться а напрямую работать один из с отчетностью напрямую работать с программами налоговых органов или соответствующего фискального органа так мы сейчас это закроем и вот еще что хочу сказать в разделе отчеты у нас с вами есть личный кабинет и есть раздел единый налоговый счет значит вот сейчас в разделе единый налоговый счет у нас есть возможность работать с личным кабинетом значит здесь мы с вами видим личный кабинет уже привычный интерфейс то есть это у нас с налоговыми органами это с единым социальным фондом со статистикой есть есть еще один сервис особенно это для предпринимателей важно это сервис тоже личный кабинет но он сюда в этот перечень не входит он стоит особняком и если мы хотим использовать то именно для работы с этим личным кабинетом с личным кабинетом по единому налоговому счету нам необходимо подключить сервис 1С отчетный если у нас с вами подписка на ИТС например проф то мы можем одно юридическое лицо подключить бесплатно остальные если у нас допустим холдинговая какая-то структура мы будем подключать уже за денежку но денежка правда достаточно дружественная то есть порядка 3800 рублей на год если разделим на количество месяцев то получится вообще как бы необременительная сумма а если у нас 1С техно то бесплатного подключения у нас не будет будет только за денежку но опять же тарифы те же самые на этом мы к сожалению уже свое время перебрали и вернемся с вами сейчас к нашим слайдикам к началу вернемся к титульному листу я хочу еще раз напомнить вам наши контактные данные пригласить к сотрудничеству и в общем-то попрощаться потому что уже мы немножко улеглись компания Кодерлайн благодарит вас за время уделенное нам за интерес всего доброго хорошего дня Продолжение следует...